как дела мой друг с тобой дава дым и как ты заметил с голосом вроде бы все очень хуево но при этом мне стало намного лучше и я чуть попозже наверное запишу видос что вообще к чему но сегодня не об этом давайте поговорим о том что у нас сейчас есть на столе кальян ps концепт либо по старинке и без хука и есть несколько штук чашек под названием тур то есть чашки максимально бюджетные и довольно таки неплохие и в этом видосе наконец-то мы с вами выберем победителей двух кто выиграл два кальяна от компании орден да вы этого ждали но по форс-мажору конечно же я с этим всем затянул но сегодня мы также разыграем эти чашечки ну что давай с тобой смотреть что это у нас за зверь под названием б с а потом уже вернемся к чашка никому не рассказывай чем большим людям ты расскажешь тем меньше у тебя шанс будет выиграть разыграем несколько чашек от компании тур что нужно сделать в первую очередь быть подписанным на мой канал а это главное второе поставить лайк этому видео и включить уведомления но и самое главное написать комментарий под этим постом что ты думаешь о чашках и что ты думаешь об этом кальяне и в следующем обзоре мы уже выберем победителей которые получат чашки но не забывай помимо чашек я еще докидаю в посылку табачка так что участвуй и подписывайся мое знакомство с компанией без хука тогда он назывался слова концепт я не припомню начался довольно довольно таки давно одном из летних джон кальяна фестивалей почему меня этот кальян заинтересовал почему мне понравился потому что у меня в мозгу где-то там далеко сработал флэшбэк а флэшбэк именно касающийся поворотного клапана на 360 градусов тот кто с алматы либо с казахстана поймут о чем я говорю это халил мамуны с моделью кэш-1 который крутился вокруг своей оси ну что давай мы его собственно раскроем по упаковочке я вам скажу что довольно стильно модно круто самое главное вот так это у нас все открывается здесь конечно же поролон который нам нахуй не нужен и выглядит это все примерно вот так красиво да наверное думаешь блять что за сложная конструкция и как вообще все это работает давай смотреть у нас есть основная шахта она выглядит вот так и вот здесь как ты видишь вот эта часть где клапан гуляет ровно на 360 градусов грубо говоря чисто такой темочный кальян когда ты приходишь с друзьями вас восемь человек и просишь кальянщика кальянщик а можно нам поставить кальян на стол да да нас восемь и мы заказали всего один кальян кальянщик говорит бля но вам же неудобно будет передавать они такие а вынеси нам на кальяне бэс кальянщик такой сука пидорасы примерно для этого кальяны предназначен вот так вот все это гуляет все очень сложно и интересно идем дальше это у нас короче я вам сейчас по-другому давайте я все выложу короче вот так все выложил такой смотрю и думаю вот это что а вот это что вот эти детали очень похоже на сантехнику я думаю блять смесители что ли или что для душа думаю блять типа сюда поливалку поставить можно не хуёво помыться в душ короче долго я думал а а потом думаю блять должна же быть инструкция по любому в итоге нашел эту бумажку здесь все детально описано также это является гарантией вашего кальяна давайте мы его быстро соберем и по мере того как я буду собирать я тебе расскажу про его минусы которые я уже успел найти из основных минусов которые я здесь увидел но они наверное более такие эстетичные назовем это так он немножко неаккуратный в плане вот здесь очень неаккуратная резьба то есть перед покупкой я вам порекомендую купить маленький ёршик и конечно же все это прочистить дабы избежать попадания в ваше горло стружки а то будешь как я с таким голосом я это в принципе все почистил далее мне немного непонятно вот эта пластиковая деталь ну которая честно скажу вам приколхожена как-то она вот непонятная для чего и как я не разобрался респочки не очень аккуратный а закручивается все ну приходится немного усилия давать либо как-то удобнее ставить на резьбу но в целом кальян хорошо отполирован он имеет красивый вид и по тяге я уже скажу попозже короче давай 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 а у нас нижняя погружная шахта имеет диффузор и вот эта деталь и есть диффузор примерно это все выглядит вот так все на рингах есть ремкомплект я объясню потом для чего не скрипит самое главное он не скрипит короче примерно он уже начинает приобретать какие-то очертания вот эта часть это у нас коннектор шланга да он громоздкий и возможно не очень будет приятно все это видеть но я думаю на это есть причины так как клапан у нас находится под углом 90 градусов то есть была бы маленькая пипка то он скорее всего перегибался и шланг неудобно было бы набрасывать на кальян но ребята из бс пошли дальше и с тем как повешать шланг придумали прикольную тему не совсем новаторскую не совсем новую но она работает вот здесь вот мы сталкиваемся с проблемой резьбы она очень туго-туго заходит и вот вам член член малыша ладно идем дальше здесь у нас будет блюдце я его сейчас достану ну давай все отсюда достанем чтобы уже было наглядно шланг soft touch жесткий не будет проламываться и так далее комплект резинок подточенный под этот кальян собственно ремкомплект со смазкой если ты заебешься его ремонтировать либо потеряешь вот эти нестандартные шарики то можешь смазать себе жопу и дать кому-нибудь себя выебать потому что будет тотальный пиздец блюдце оно имеет больше наверное декоративно-держательный характер нежели какую-то именно основу блюдца который мог бы удерживать на себе уголь который падает но я не уверен что вот эти решеточки ну как-то его удержит так мы это бросаем вот сюда и вот такой вот деталькой закручиваем также по детальке она наполированная а это коннектор под чашку и не имеет каких-то точек зацепа какой-то поверхности она идеальная гладкая если сюда попадет сироп то есть вероятность что вот эта резиночка на ней будет елозить мама не горюй вот та самая проблема с резьбой пришлось немного нащупать короче одеваем сразу это оденем сразу это ну есть какая-то смесь механики в эзехе на самом деле ну в эзехе наверное из-за блюдца а механика наверное из-за голых труб которая не имеет каких-либо искусственных декоративных элементов вот это кстати не искусственный декоративный элемент это вроде бы одна из частей продувки так с этим мы разобрались с этой деталью я тоже не мог разобраться а потом понял что нужно сделать вот так и получаем мы довольно таки огромный тяжелый и удобный мундштук так давайте я сейчас пойду залью воду поставлю угли забью чашку пока все это будет греться мы с вами поговорим о чашечках тур и я конечно же забью чашку на вот этой вот чашке тур так что поддержи меня лайком и конечно же поставь лайк ради моего голоса стой 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 как там любят поставь лайк если хочешь чтобы голос быстрее вернулся к дайве тарам пам пам давайте выберем двух счастливчиков которые выиграли два кальяна один орден Тесла второй орден Эдисон и победитель орден Тесла и победитель орден Эдисон напишите мне в социальные сети а лучше в инстаграм мы там с вами все поконтактируем так ну что мой бандит чашку мы уже забили дур поставили все это греться и давай уже немного с тобой потрындим про эти чашки на самом деле на рынке очень много чашек и эти чашки не обладают какой-то большой индивидуальностью но в них есть первое офигительная цена которая тебя очень сильно заинтересует и она конкурентно способна во всех проявлениях здесь мы видим у нас есть чашка тур я не знаю как правильно будет назвать ее словом нарицательным эстэшка или же солярис солярка вот какое больше нарицательное подходит короче смотрим а есть вот такая модель и она довольно таки интересная она большая и чем-то она похожа на старые старые турочки кто помнит которые с острым были углом это были самые пиздатые турки то что сейчас на рынке среди турок я бы так сильно не расхваливал далее есть более классическая модель и вот она тоже похожа на ту самую турочку они сделаны из разных материалов есть комбинированные есть молочение есть грубо говоря мумия есть не знаю тоже мумия по формам очень много по расцветкам материалам тоже очень много и чтобы сейчас не вспоминать цены не вспоминать названия моделей а они очень простые я оставил на этих ребят ссылочку в описании что чашка не дороже там двухсот рублей вроде бы стыкайте на ссылочку переходите и смотрите а мы наверное вернемся к нашему кальяну кальян мои друзья уже покурили и повешали шланг на блюдце как положено а не то что вы холопы бросаете кальян на стол без уважения вот и есть эстетика вот и есть высшая красота я беру и просто его поворачиваю так как мне удобно почему? потому что это кальян с системой 360 и можно просто наворачивать круги и типа вообще кайф но самое интересное что система сложноватая и за ней нужно ухаживать и для ухода лежит вот такой вот ремкомплектик но если вы будете с кальяном обращаться как положено достойно то я думаю это можно будет просто выкинуть единственное не выкинуть шарики они стеклянные и очень нестандартного размера короче давай взрываем чашечка тур вот такая модель кальян очень высокий поэтому в мой кадр он не залазит кстати чашечка ведет себя вроде более-менее нормально на стартовом прогреве по тяге учитывая что я немного поднял диффузор на самом деле я не люблю раздрачивать эти диффузоры поэтому я как один раз оставил так в принципе он и будет там висеть что касается тяги она средняя чуть-чуть легче чем грубо говоря тяжелая но при этом с довольно таки хорошим сопротивлением чуть-чуть прилагаем усилия и более насыщенно все это курица вот теперь смотрим по продувке ну да продувается он отсюдова продувается он отсюдова и продувается он отсюдова трипл киоу Бля, мне реально можно озвучивать Трипл кейл Добл кейл На, арамчик, арамчик, покури На, держи Потом Возгенчику и Артурчику передай Понимаете, да, в чем соль этого кальяна На самом деле это немного бесячая тема Вот я вроде бы как бы хочу его зафиксировать Но меня это начинает немного раздражать То, что мне нужно, чтобы шланг, допустим, был вот так Я вот так курил Но он до меня домогается и вот так вот подкрадывается Короче, кайф Чашка вроде держит себя хорошо И по температуре она даже не нагрелась Кайф Это у нас кальян БС Хука Чашечки тур Давайте подведем итоги По чашкам Я на самом деле все чашки не прокуривал Они настолько идеальные дырки Но при этом они вроде бы за свою цену Полнейший топ Который есть, грубо говоря, на рынке из Не турок Потому что турок можно сейчас найти по 90 рублей Есть интересные формы Вот эта очень интересная такая плотненькая и симпатичная Любителям солярисов, эстэшек За дешево покупай, не прогадаешь В принципе тоже полая, хорошая, толстенькая, приятная Это чашки тур Более подробная информация уже на ссылочке Там вы перейдете уже напрямую к производителю Так, что касается нашего кальяна БС Тут же будет немного подольше Система 360 В кальяной удобно Дома, думаю, что не очень Потому что ты обычно дома не двигаешься И вряд ли ты вокруг кальяна танцевать с бубном И просто полностью выжимать все потраченные деньги За систему 360 Внешний вид мне нравится Он такой какой-то дорогой и элегантный Но явно не бомжатский Хотя под бомжатским я могу иметь и красивый декоративный кальян Но выглядеть он будет бомжатский Здесь же все наоборот Стильненько, красиво Такая декоративная штучка Гравировочка Блюдце квадратное с решеткой Ну не знаю, единственное, в чем плюс этого блюдца Это реально вешать шланг вот так и как бы норм По тяге все здорово Косяки надо исправить А исправить именно обработку резьбы Перед тем, как его упаковывать Полностью его продувать, чтобы не оставалось Там всяких засечек из металлической стружки Колба кайфовая Она вроде бы обычная, но вот эти грани делают свое дело Поэтому, ребятки, это был БС Хука Были чашечки Тур Был с вами Сиплый Дава Давно уже не дым Теперь он Сиплый И давайте пожелаем мне быстрее вернуть мой голос Чтобы я также мог спокойно рассказывать Пиздить всякую хуйню Уже более нормальным и адекватным голосом Всех люблю Всех целую Не забудь участвовать в конкурсе И подпишись на мой инстаграмчик И ютуб Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok